Так, ребят, начнем. Сегодня будем плотненько работать, лекция объемная, еще кусочек отъели у нас за счет менторов, так что будет быстро, плотно, но интересно. Начнем с того, ну вообще, о чем мы сегодня поговорим, да, что такое обработка языка, как она в почте применяется и продуктах наших. Потом немного поговорим про предобработку, текнизация, лимитизация, стейминг, вот это все, потому что с сырыми текстами мы, как правило, не работаем. Потом поговорим про то, как же все-таки описывать текст с помощью признаков, back of words, tf, idf и так далее. Костянемся дистрибутивной семантики, это такие известные методы, как word2vec и его расширение fast text. И вкратце в конце поговорим про поиск около дубликатов, это sim hash и locality sensitive hashing. Начнем с того, как вообще применяется обработка языка в продуктах почты. И так как почта это текстовый сервис, то обработка языка там везде. Начинаем все с антиспама, это такая, в общем, система, которая, если хорошо работает, то пользователь не подозревает, что она есть. Но если спам прорывается, то все сразу начинают писать в комменты, что в mail.ru спам, в папке спам и так далее. В общем, большинство классификаторов, которые сейчас работают в антиспаме, в том числе используют анализ контента, используют обработку естественного языка. Для части классификаторов у нас еще сейчас используется fast text, для части еще там мешок слов, для части XGBoost, опять же, над каким-то там, в том числе, текстовыми признаками. И, собственно, антиспам-то довольно такая большая область, где обработка естественного языка, в общем, решает для детекции спама. Потому что спам может быть совершенно разнообразный, в том числе спам в картинках, где сначала нужно разобраться, что написано, потом уже классифицировать текст. Порожденный спам, где письма просто вставляют в письма от нормального рассыщика, вставляют в ваш e-mail, а в логин вставляют какой-нибудь спамный текст. И вам приходит письмо от хорошего рассыщика со спамным текстом в логине, например. И там анализом контента, только анализом контента, можно это задетектить и убить. А вы не говорите, какое определение спама не пользуется? Определение спама? Что считать спамы? Зайдите в папку спам, там очень много веселого. Обогатитесь, не вставая с дивана, давайте проведем интересный вечер. Ну, это не предложение, а как пример. И так далее. В общем, зайди в папку спамы, и ты удивишься, что если бы ты покликал по ссылкам, ты бы уже давно был миллионером. Ну вот, в общем, вкратце такое. Есть нигерийский спам, где вам пишут люди, якобы люди, что у вас есть бабушка в Нигерии, которая умерла, я единственный адвокат, у вас осталось там завещание на миллион долларов, заплатите 100 баксов, чтобы вывести деньги. Ну и так далее. Причем люди жалуются на этот спам, говорят, что мы несправедливую в папку спам положили, а что это наоборот хорошее письмо. От спама перейдем к продуктовым фичам. В частности, есть такой большой проект, как категоризация потока почтового. В чем идея? Идея в том, что пользователь подписывается на кучу всяких рассылок, в том числе ненужных ему. Ему лень от них отписываться. Он уходит в отпуск, например, приходит спустя две недели, его просто заваливает совершенно невероятным количеством писем, которые ему, в общем-то, по большей части не очень-то и нужны. И идея, которая была заложена в эту фичу, такая, что давайте выделим письма, которые интересны и важны для пользователя. Их будем показывать отдельно. Все остальное будем прятать в такие метод-трэдики, рассылки и социальные сети, где будут всякие уведомлялки от соцсетей, которые тоже, по большому счету, не очень нужны. И рассылки. Он может туда зайти, почитать, может удалить все разом, если ему неинтересно. И мы выделили такие важные, так называемые, транзакционные категории. Это письма о заказах. В интернет-магазинах письма о финансы, где всякие уведомлялки от банков, чеки и так далее. Регистрации. Это о том, что вам пора сменить пароль, либо о том, что кто-то вошел в ваш аккаунт. Путешествия. Это письма с билетами на самолеты, поезда, бронеотели и так далее. Есть билеты, в том числе билеты в кино, в театры, туда же входят вебинары и еще прочие штуки. И штрафы и налоги. В общем, это то, что пользователю, в принципе, важно и интересно. Они показываются отдельно, все остальное уносится в такой подвал рассылок и соцсетей, где пользователь уже может зайти и прочитать. И, собственно, то, что стоит за этими классификаторами, это, опять же, обработка естественного языка, полный пайплайн с предобработкой, с построением классификаторов и так далее. Есть еще одна прикольная фича Smart Reply, когда почта предлагает ответы на входящие письма. Здесь самая-самая альфа-версия, которую выкатили на карпов, был такой забавный ответ. В общем, идея такая, что давайте предлагать пользователю какие-то сразу быстрые ответы на короткие письма, и он там может их ткнуть, отправить, а если ему не понравилось, он может как-то подправить или под себя кастомизировать. В общем, под капотом все тоже полный пайплайн. Там, в отличие от прошлого слайда, где использовались обычные многоклассовые классификаторы, здесь уже более сложные модели, нейронные сети, но все равно весь пайплайн обработки текста, он тоже сохраняется. И из недавних запусков это Маруся, голосовой ассистент. Наша команда пилила болталку, где можно, типа, початиться с агентом, и, в общем, там примерно такая же модель, как в Smart Reply, просто гораздо большее количество ответов предустановленных, и кто знает, откуда эта цитата? Понятная цитата. Ну, слава богу. Вот. В Москву слезам не верит, я думаю, тоже кто-нибудь смотрел. О-о-о, ладно. Короче, хватит шутить, погнали. Начнем с предобработки. Это самые азы, потому что, как правило, алгоритмы машинного обучения не работают со словами, как есть. И, собственно, какие уровни абстракции текста вообще существуют? Все зависит от решаемой задачи, то есть решаемая задача определяет то, на каком уровне мы будем рассматривать текст. Можно его рассматривать на уровне букв, можно рассматривать на уровне символьных последовательностей, либо каких-то других сложных токенов. Как правило, часто рассматривают на уровне слов. Если уровня слов недостаточно, можно еще пойти чуть дальше, рассматривать, например, последовательности слов, по два, по три и так далее. Или же мы будем классифицировать предложение, или мы берем в качестве уровня абстракции весь документ целиком. Опять же, все зависит от задачи. Например, как правило, уровня слов хватает для большинства применений, но иногда приходится довольно часто лезть на уровень словесных нграм. Если говорить про перевод, какие-то модели более сложные, опять же, для перевода диалоговых агентов, то все работает здесь на уровне не слов, а чуть менее таких урезанных последовательностей частых, потому что слов слишком много, и мы хотим как-то искусственно ограничить словарь. Собственно, токенизация — это и есть разбиение текста на какие-то структурные единицы, которые нам нужны для конкретной задачи. В зависимости от того, какую задачу мы выбрали, можем дробить там либо на слова, либо на конкретные какие-то более меньшие токены и так далее. В чем плюс слова, ну и вообще отличие слова? Это такой минимальный элемент, который имеет смысл, смысловую последовательность. И поэтому, говоря про токенизацию, часто имеют в виду как раз разбиение текста на слова. И, ну, разбить на слова кажется легко, можно выбросить всю пунктуацию и просто посплитовать под пробелом строчку. Но не для всех языков это вообще на самом деле характерно. Все зависит от языка. Есть прекрасное слово на немецком, которое переводится как какой-то закон о маркировке говядины. Есть в том числе азиатские языки, где они тоже не разбиваются на пробелы и нужно другим каким-то образом выделять, вычленять эти слова. И, в общем, кажется, что вот здесь тоже не все так просто. Как бы как токенизировать такие сложные токены? Можно просто отбросить, можно считать это как единым токеном. А если у нас есть какие-то там последовательности более сложные, типа город или имя компании или фамилия, фактически это тоже по смыслу единый токен, но в данном случае мы можем разбить его на два куска, что уже не очень хорошо. А если у нас есть какой-то датасет, например, с твиттера, где в том числе всякие эмоджики, и мы хотим использовать его для того, чтобы понимать, насколько пользователь удовлетворен каким-то товаром или ему понравилось кино и так далее, то такие символьные последовательности тоже имеют большой вклад в итоговый сентимент текста. И, соответственно, если мы видим, что они там присутствуют, мы не можем их просто выкинуть, нужно, скорее всего, с ними как-то корректно отдельно работать. В общем, правило такое, что обычно для русского, английского и ряда языков просто сплит по словам работает, но не всегда. Иногда, если у вас какая-то более сложная задача или такой очень специфический корпус, скорее всего, нужно будет городить какие-то эвристики, чтобы хорошо работать с этим текстом. Ну и вообще можно, на самом деле, алгоритм токенизации под каждый конкретный корпус учить с помощью машинного обучения самостоятельно. НЛТК в питоне позволяет это сделать. Разбивка на предложение, допустим, нам необходима тоже вроде достаточно простой кейс. У нас есть, опять же, признак окончания предложения, это пунктуация, вопросительный, восприцательный знак, точка. Можно просто разбить. Но, опять же, не всегда работает, но бывают случаи, например, научные тексты, где это работает очень плохо. И, в общем, если вы просто побьете по точкам, то это получится не совсем корректное предложение с точки зрения именно конкретного корпуса. Поэтому, опять же, нужно исходить из специфики корпуса, можно нагородить каких-то эвристик, типа, предложение начинается с букв, там, заглавные буквы в том числе, сокращение отдельно обрабатывать, типа, метр, километр, год, город и так далее. Отдельные большие буквы тоже, скорее всего, как-то нужно обрабатывать. Например, если это имя, фамилия, то, скорее всего, они идут как-то рядом, разделяются точками, и это нельзя просто там побить по точкам, считать как предложение. Можно ввести там, не знаю, минимальную длину предложения. Если бы разбили по точкам, увидели, что предложение там длины 1 в символах, то, наверное, это не очень хорошо. Вот. Но точно так же можно учить свой токенизатор на предложение с учетом, опять же, специфики корпуса, опять же, NLTK, Sentence Tokenizer позволяет это сделать в питоне. Собственно, первый шаг, который мы сделали, мы побили наш текст на какие-то кусочки, на токены, которые нам необходимы для решения конкретной задачи. Затем есть такой этап, как нормализация. Здесь есть два вида нормализации, это стемминг и лиматизация. Что это? Сейчас поговорим. Зачем? Как правило, это у нас сокращает признаковое пространство, за счет чего сейчас будет понятно, и немножко улучшает полноту. Что такое стемминг? Собственно, стемминг — это у нас отбрасывание такого псевдоокончания, и в результате чего остается некая такая псевдооснова. По которой, в принципе, понятен смысл исходного слова. Это бессловарный подход, он строится на основе вивристик, и для чего, опять же, это может быть сделано? У нас куча словоформ слова схлопываются в одну. Понятно, что все словоформы слова, независимо от его падежей, рода, числа и так далее, говорят об одном и том же, поэтому вот этот этап позволяет нам схлопнуть все в один токен. Собственно, здесь, опять же, все строится на основе конкретного языка, на основе конкретных правил. Есть вивристические алгоритмы, есть статистические алгоритмы, и для каждого языка стеммер строится, как правило, свой. Вот здесь статья, собственно, самого, по-моему, первого стеммера, это стеммер Портера. Описаны, в общем, правила, по которым строится стем для конкретно, для английского языка. Там есть, по-моему, пять шагов, и, соответственно, вот можно посмотреть, какие последовательности заменяются на какие там, собственно, как формируется стем шаг за шагом. Вот здесь, собственно, правила для русского языка, то есть, как вы можете видеть, прям конкретные регулярки, которые, скорее всего, потом просто убираются, вот эти окончания, где причастные, там, какие-то кусочки, куски наречий и так далее, все выбрасывается и оставляется такой, не всегда корень, но, по большей части, это похоже на корень слова. Собственно, такой небольшой вопросик. Есть поисковая система, мы вводим запрос, у нас есть документы, которые показываются, да, в ответ на запрос, и мы в одном случае стеммим из запроса документа, а в другом случае мы вводим из запроса документы и ничего не делаем. Что произойдет с полнотой и что произойдет с точностью поиска, если мы применим стемминг? А точность упадет почему? А, ну, понятно, вы мотали слайд вперед, наверное. Это я не продумал. Да, действительно, полнота возрастет за счет того, что мы просто разные словоформы склеим в одну, что, собственно, мы и хотели. Точность может упасть за счет того, что мы можем разные слова схлопнуть в одну и ту же словоформу. Ну, там лев и левый схлопнется в одну и ту же словоформу, что, в общем, не очень хорошо. Лематизация, с другой стороны, это не словарный. Так, если стемминг у нас был не словарный подход, описанный с помощью евристик, каких-то правил, то лематизация — это словарный подход. Здесь у нас уже есть словарик, типа вот это конкретное слово имеет вот такую вот нормальную форму. Что такое нормальная форма? Опять же, зависит от того, существительное это, либо там прилагательное, либо глагол. Для существительного прилагательного это единственное число и мнительный падеж. Для глагола это инфинитив. И в результате получается, что мы там любой глагол приводим к его инфинитиву. Все существительные переводим в единственное число и мнительный падеж. И в чем плюс? Плюс в том, что у нас алгоритм может выучить, допустим, что вот этот кусочек у нас характеризует глагол, и за счет этого склонять можно не словарные слова какие-то. Или тех, которых не было в нашем обучающем множестве, но они у нас попались в другом множестве, которое мы анализируем. Алгоритм это выучивает, за счет этого может корректно работать с последовательностями, которые их уже не видел. Собственно, какие элемотизаторы используются в основном от PyMorph и MyStem. Есть еще AOT, он не так популярен, но зато открытый, и его можно пользоваться без каких-то ограничений. PyMorph тоже open-source, MyStem, по-моему, с какими-то ограничениями в плане продакшн-применения, но в качестве ресерч инструмента тоже доступен. Поговорили немножко про то, как разбить текст на такие смысловые кусочки, о том, как снизить признаковое, так как бы размерность признаков. Теперь, собственно, что дальше делать с этим текстом, который у нас уже разбит на слова, уже как-то там отstemлен. Как правило, кстати говоря, стейминга хватает, элемотизация это гораздо более затратный с точки зрения там и времени обработки, и памяти алгоритм, поэтому стейминга, как правило, хватает для большинства задач. Собственно, самое простое, что можно придумать, давайте возьмем и посчитаем, есть ли слово в документе или нет. И в итоге получим, что у нас такая матрица большая, документ по одной оси, по другой оси слова, и у нас как бы единички, если слово встречается в документе, нолик, если нет. И, собственно, итоговое представление документа — это такой огромный вектор, разреженный с нулями и единицами, и размерность у него — количество уникальных слов в коллекции. И если мы обрабатываем Википедию, то понятное дело, что мы размер этого вектора возьмем порядка нескольких миллионов слов, что не очень хорошо. Нужно как-то более умно работать с этими последовательностями, как поговорим чуть дальше. Следующая мысль о том, что давайте не просто считать слово встречается, не встречается, а давайте считать, сколько раз слово встречается, и вот в эту матричку вписывать как раз-таки счетчик, сколько раз это слово встретилось в конкретном документе. Ну, понятно, что в плане размерности векторов ничего особо не поменяется, у нас точно такая же матрица по одной оси документа, по другой слова. Каждый там вектор документа у нас имеет ту же самую размерность уникальных слов во всей коллекции, но работает, как правило, чуть лучше. На размерность векторов, правда, не повлияло. Если мы подумаем чуть-чуть, то, видимо, слишком частотные слова, типа там предлоги, союзы, какие-то местоимения, они не отражают смысл документа, а отражают какую-то специфику корпуса. Типа это русский язык. Или если он там специфичен конкретно для какой-нибудь математики, может быть, там будет какое-нибудь огромное количество квантеров или чего-ничего. Но тему документов это не описывает. Как правило, мы строим признаковое описание для того, чтобы классифицировать, например, этот текст, получить там в итоге его метку, что за тема документа, например, или какую-то иерархическую структуру выделить. И поэтому какие-то общие слова, которые просто специфику корпуса отражают, нам неинтересны. С другой стороны, есть еще и редкие слова, которые встречаются в одном-двух документах. Они, кажется, тоже не очень интересны, потому что для них просто очень мало информации, их можно рассматривать как шум. И если так подумать, то в основном тему документа отражают слова, которые встречаются довольно часто, но в небольшом количестве документов. Если у нас довольно большая коллекция с различными темами, то, наверное, у нас будут там какой-то кусочек коллекции про биологию, и там будут вот в этом кусочке коллекции довольно часто фигурировать слова какие-нибудь там хромосомы, ДНК и так далее. Вот, тогда как в основном корпусе они как бы фигурировать не будут. Поэтому, если мы видим, что слово встречается в каком-то кусочке коллекции довольно часто, наверное, как раз это слово для нас интересное, оно отражает какую-то специфику документа, какую-то тему документа. И, собственно, переходим на основание такой интуиции к идее TF-IDF. Это у нас два кусочка term frequency и обратная частота документа, inverse document frequency. Что такое частота терма? Мы берем конкретный документ, считаем, сколько раз слово в нем встретилось, и делим на длину документа в словах. Зачем делят на длину документа, как вы считаете? А что значит нормализовать? Ну, нормализовать, да. Ну да, как правило, нормализую для того, чтобы для очень длинных текстов, если у нас есть коллекция документов разной длины, чтобы вот эту пропорцию примерно сохранить. Если у нас есть очень длинные тексты, чтобы как раз, когда мы посчитали там, условно, счетчики, они не были смещены в сторону длинных документов. Еще можно нормализовать, и это как раз нам позволит еще немножко сгладить эти счетчики. Собственно, второй компонент, это у нас документная частота, ну, обратная документная частота. Но документная частота проще определяется, это в скольки документах корпуса встречается вот этот конкретный термин, токен или терм. То есть мы берем все документы, в которых есть этот токен, делим на общее количество документов коллекции. Это документная частота, перевернули, получили обратную документную частоту. И, собственно, TF-IDF это просто произведение этих двух величин. Частоты термина и обратной документной частоты. При этом, как правило, еще обратную документную частоту сглаживают логарифмом, чтобы, опять же, избежать перекоса в сторону очень, получается, редких слов, которые встречаются редко во всей коллекции. И вопрос, вот если мы возьмем такую итоговую формулу с логарифмом, то чему равен вот этот TF-IDF для слова, которое встретилось вообще во всех документах коллекции? Да, нулю за счет логарифма. Ну, интуитивно понятно, почему нулю. Нам это слово неинтересно, потому что оно встретилось везде, а значит, как бы смысл по этому слову, смысл документа восстановить не представляется возможным. Учитывается ли в таком подходе порядок слов? Нет, документ это просто мешок слов, что, в принципе, довольно часто хватает для каких-то задач классификации, но иногда и не хватает. Допустим, у нас есть два таких предложения, и они с точки зрения вот прошлого подхода абсолютно идентичны, потому что токены те же самые, вектор двух текстов будет абсолютно тот же самый. Что можно здесь поменять, чтобы так минимально поменять, чтобы учесть вот этот порядок слов? Да, действительно, можно от просто мешка слов перейти к такой, типа, мешок слов и еще словесных энграм, например. То есть мы берем, докидываем еще словесные энграммы и получаем, что представления и тексты уже различаются. Ну, понятно, чем плохо. Плохо тем, что у нас слов и так уже много самих по себе. Как только мы докидываем словесные энграммы, получается еще больше, причем больше на несколько порядков. И что с этим можно сделать? Можно очень сильно урезать, допустим, и словесные энграммы, и просто слова. Например, там, TF-IDF векторайзер, если вы возьмете в SkyLearn, там есть парочка таких параметров, как, ну, во-первых, энграмм рейндж, которая говорит вам, энграммы какого порядка вы хотите использовать. От одного до трех, это значит, вы будете брать три слова подряд в том числе. И в том числе, как вы будете фильтровать итоговый словарь. MinDF 2, это значит, что выкидывать все документы, которые встретились в менее двух раз в коллекции. MaxDF 0.5, тоже выкидывать все документы, которые встретились более чем в половине документов коллекции. Условно так. Выкидывать все слова, ну, как бы токены. Там могут быть и слова, там могут быть и энграммы. Если это нечастотная энграмма, то ее выкидывать тоже. Однако, как бы, все равно, это не решает проблему в полной мере, потому что признаков, на самом деле, будет все так же много, если мы, тем более, докинули какие-то словесные энграммы. И что с этим можно делать? Можно взять максимально информативные признаки и не изменять их, а можно взять и перейти в новое признаковое пространство и работать уже в нем. Собственно, что можно использовать для отбора признаков с того, что вы уже знаете? Например, L1. Вы берете ваш вектор текста, применяете L1 регуляризацию и, выкручивая ручку при L1 регуляризации, у вас тем самым уменьшается количество признаков. И таким образом вы можете сказать, хочу оставить там не более, типа, тысячи наиболее информативных слов. Выкручивая регуляризацию, смотрите, когда у вас остается там тысяча, ну, при этом смотрите, как меняется качество вашего итогового классификатора. Иногда бывает так, что можно на пару порядков понизить количество признаков, при этом качество классификации, например, не очень это и падает, за счет того, что вы как раз не очень информативные признаки таким образом выкидываете. Есть также другие признаки, алгоритмы, основанные там на жадном добавлении и удалении, но к текстам это, скорее всего, не очень подходит, потому что здесь нам нужно докидывать признак, докидывать второй признак, смотреть, какой из докидываемых улучшит нашу итоговую там задачу классификации, например. В плане текстов это, скорее всего, не очень актуально, но зато можно перейти в другое признаковое пространство. У нас есть, например, такая матрица, здесь документы, здесь слова, допустим, и можно ее разложить на матрицы меньшего ранга, и потом взять какую-то одну из них, например, вот эту, использовать, или если у нас здесь документ, то вот эту, использовать эту матрицу в качестве нового признакового пространства. У нас здесь будут вектора меньшей размерности, и причем мы сами можем задать, какое количество компонент мы хотим сохранить здесь. Погнали дальше. Идея такая, что раскладывать матрицы это хорошо, но можно и по-другому в новое пространство признаков перейти, например, за счет хэширования исходного признакового пространства. В чем идея? Ну, у нас, допустим, мы работаем на уровне слов, у нас текст это слова, и слов слишком много. Как перейти в другое признаковое пространство? Мы берем какую-то хэш-функцию, которая просто переводит строчку в чиселку, достаточно большую, допустим, чиселку. Окей, мы хотим сказать, затем, давайте оставим 10 тысяч признаков. Задаем k, это так называемые бакеты для хэширования. Все знают, как хэш-таблица устроена же, да? Ну, кто-нибудь знает, как устроена хэш-таблица. Окей. Короче говоря, мы хотим сказать, здесь мы вполне конкретно задаем количество признаков, которые хотим оставить, типа 10 тысяч. Окей. У нас хэш-таблица строчки, это какое-то число, и мы берем остаток от деления на k, условно, на 10 тысяч, получаем, что у нас каждое слово каким-то образом мапится в чиселку, от нуля до k. Это понятно? Окей. Пахэшировали все слова, каким-то образом похэшировали, поделили, взяли остаток от деления на k, получили, что каждая у нас строка попадает в такую чиселку теперь от нуля до k. И все. Мы берем и используем вот эти признаки в качестве новых признаков. То есть признак у нас это то, что встретилось слово с числом от кода? Да. Ну, признак это фактически хэш. Да, да, да. Если есть число, то одно и то же хэш. Ну, коллизия бывает такое в хэш-таблице. Ну, у тебя одно слово соответствует, допустим, чиселке 3, и другое слово соответствует чиселке 3. Ну, такова жизнь. Работаешь с этим. Ну, то есть за то, в итоге сраблица будет как бы два. Ну, да, если ты считаешь, сколько каждый признак встретился, то два. Идея такая, что текст они достаточно разреженные штуки, и если у тебя большая коллекция, то вероятность такой коллизии, во-первых, сама по себе мала, во-вторых, вероятность того, что они там встретятся, будет коллизия, они будут в одном документе, то это типа еще меньше. Поэтому, как правило, это работает неплохо. И на самом деле с помощью такого трюка можно очень сильно понизить пространство признаков, и качество итоговой задачи, оно деградирует очень слабо. Например, там можно на 3 и более порядка понизить количество признаков, и задача будет решаться практически так же хорошо. Там деградация будет на какие-то доли процента, или, может, даже сотые доли процента. Эта штуковина называется хэшинг-трик, или фичер хэшинг, и, в общем, ее очень широко используют, особенно когда у вас огромные массивы документов, которые нужно обработать. Она есть в SkyLearn, так называемый хэшинг-экторайзер, то есть мы просто получаем новые числовые признаки, и дальше с этим работаем, как раньше. Можем точно так же TF-IDF считать на этих числовых признаках, можем что-то еще, можем счетчики, можем просто бинарное вхождение и так далее. Мы изменили слово на число. Да. Ну, то есть если... У нас уменьшился размер матрицы. Очень сильно, несколько порядков, да. Ну, у тебя фактически слово, это какое-то число, это какой-то маппинг. Ну, то есть, условно, то, что у тебя вот такое-то конкретное число, это значит, что у тебя здесь было какое-то конкретное слово. А конкретное слово... Точно так же. Как это уменьшится по размеру с пространства, если калкоголы, у вас, если калкоголы, а, опять же, к числу, к числу, к числу. Вот за пример. Еще раз. Размеры с пространства, а вы... Когда вам... А, хорошо. За счет чего размеры с пространства? У нас есть Википедия, где размер корпуса, типа, несколько миллионов слов. Ты говоришь, я хочу оставить тысячу новых признаков. Берешь хэш от строки, берешь остаток отделения на тысячу. Все. Слова, 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 слова. У нас начинает волнать, встретилось ли такое-то число теперь. Ну да, ты берешь слово, хэшируешь его, берешь остаток отделения на там, к. У тебя, получается, слово соответствует какое-то число от нуля до к. Причем, регулируя к, ты можешь регулировать количество признаков, которые хочешь оставить. Погнали дальше. Как раз про синонимы и что с этим делать? Вот про синонимы здесь речи вообще не идет. Абсолютно. То есть мы можем снизить количество слова форм просто путем стеминга либо лимитизации, как правило, стеминга. Окей, мы отстемили, уже каким-то образом, во-первых, снизили пространство, во-вторых, как бы все слова формы привели в одну. Если говорить про синонимы, то вот здесь вот с синонимами на этом этапе, как правило, никто не работает. Векторное представление слов. Начнем с классических методов, потом пойдем в дистрибутивную семантику. Собственно, чего хотим? Чтобы, во-первых, вектора были такие достаточно dense, плотные, и как раз, чтобы слова, схожие по смыслу или синонимами, имели схожие векторы. Ранее мы с этим вообще никак не работали. То есть, условно, чтобы вектор для слова красивый, вектор для слова прекрасный, были плюс-минус похожими. Собственно, как с этим работали раньше? Вот ровно то же самое, что я и рассказывал. Есть документ по этой оси, по этой оси, допустим, есть слова, и просто у нас есть счетчики встречаемости каждого слова в каждом документе. Мы можем рассматривать это на уровне документов, типа брать такой вектор, по нему что-то предсказывать, его класс, например. А можем взять такую ось, и это будет вектор для слова. И смотреть, например, похожие, какие слова похожи между собой, например. Либо пытаться искать каким-то образом синонимами с помощью такого подхода. В чем проблема? В том, что, опять же, у нас достаточно разреженная матрица, много документов, важна такая тематическая однородность документов, чтобы найти какие-то похожие слова. Если у нас корпус каких-то, не знаю, статей, которые содержат новости на совершенно разной тематике, то понятно, что у нас смысл размазывается по всему документу, это не очень хорошо. Ну и, соответственно, размерность, она сильно зависит от размера коллекции текстов, что тоже не очень классно. Ну и плюс для новых слов, которые появляются, мы не имеем никакой информации, потому что мы их не встречали, и не можем их обрабатывать как-то более умно, нежели просто забивая вектор нулями, например. Вместо счетчиков можно использовать такой чуть более умный подход, который уже смотрит на контекст, типа давайте посмотрим, сколько раз одно слово оказалось в контексте другого. Например, возьмем окошко плюс два слова до, два слова до, два слова после. Это будет центральное слово, и будем смотреть, насколько часто вот это центральное слово встретилось в контексте с другим. И понятно, что в таком подходе у нас уже будет учитываться какой-то контекст, и слова будут похожими, исходя из контекста, а не исходя из общего какого-то там представления о тематике документа. Соответственно, у похожих слов вектора будут похожи, так как обычно они встречаются в одинаковых контекстах, ну или похожих контекстах. Минусы будут те же самые, что и у прошлого подхода. У вас получается только немного другая матрица. Если там были матрицы по одной оси документы, по другой оси слова, здесь будет матрица по одной оси слова, по другой оси слова, и здесь будет слово, когда оно центральное, здесь будет слово, когда оно контекстное. Здесь будут просто чиселки, сколько раз вот это слово встретилось в контексте с вот этим словом. работать можно точно также берется вектор допустим можно взять два вектора посмотреть насколько похожи слова между собой можно точно также искать похожие слова по корпусу еще один подход который применяется тоже такой достаточно классические основаны на взаимной информации пима это взаимная точечная информация говорит то насколько часто слова встречаются вместе нежели в принципе принципе как бы насколько насколько осмысленно типа слова часто встречаются вместе ну то есть если два слова идут рядом в одном и том же контексте довольно часто при этом сами по себе они там встречаются достаточно редко например какая-то локация типа нью-йорк или гонконг то понятно что вот эти два токена они будут у них пима будет достаточно высок ну и обычно сглаживают для того чтобы такие большие выбросы убрать немножко такое это распределение сгладить берут от этого всего логарифм и вот если мы предположим что слова независимы друг от друга встречаются в тексте то вот пима и чему будет равен собственно числитель как можно разложить если слова независимы ну два признака независимы поэтому просто можно взять и перемножить эти вероятности по логарифм этой нищики будет равен 0 и понятно что пима и будет 0 и особого смысла как бы в к локации двух таких слов особо и нет потому что они встречаются по отдельности до собственно вероятности как правило такая вещь которую оценивают там 8 точки оценить можно их вполне с помощью через счетчиков берем количество того сколько раз встретилось конкретное слово делим на сумму счетчиков всех слов то есть сколько сколько всех слов в этом документе в этой коллекции все складываем то же самое типа считаем сколько раз слова встретились вместе нормируем подставляем получаем какую-то оценку пимой по корпусу можно еще чуть-чуть дальше шагнуть и там для очень редких слов у нас пима и получается отрицательный поэтому просто берем все отрицательные числа заменяем на нули получаем такую матрицу позитив пимой с которой тоже можно работать по вот собственно у нас было три метода типа термин документ пима и и матрица взаимные совстречаемости слов когда одно слово смотрели в контексте другого вот можно было просто брать вот эти вектор очки и с ними работать можно точно также взять эту матрицу разложить ее с помощью там того же самого тсвд и метода главных компонент и работать уже не с этой матрицей на уровне документов а с этой матрицы на уровне слов опять же выбирая там уже получается плотные вектора можно смотреть по ним точно также ближайшие можно решать нашу задачу какую-то классификации поиска синонимов так далее проблема в том что до разложения но вычислительно сложно занимает много времени и не очень понятно как работать с новыми документами ну и в том числе с новыми словами если у нас есть новое слово то понятно что для него вектора в таком представлении уже не будет просто потому что мы его не видели раньше информации для него нет поэтому пошли дальше и предположили что слова вообще за счет чего они синонимы синонимы за счет чего похоже за счет того что они часто встречаются либо в одних контекстах либо в похожих контекстах и идея такая что если там перейти на уровень какой-то абстракции то смысл слова это распределение над контекстами вот если у вас есть некий маленький корпус и замаскированное слово то по контексту понятно что вы можете вполне восстановить слово то есть контекст по сути дела определяет слово и до слова если встречаются в одном и том же контексте типа красивый прекрасный там либо король царь чего-нибудь такое то у них примерно похожий смысл собственно это есть идея дистрибутивной такой семантики и тома шмикалов в тринадцатом полном году со своей команды предположил что а давайте вообще по контексту предсказывать слово наоборот то есть выберем какое-то вот окошко два слова влево два слова вправо допустим выберем там центральное слово это будет его контекст левый и правый и можно решать задачу предсказания центрального слова по контекстным а можно решать задачу наоборот предсказание контекстных слов по центральному и собственно если мы предсказываем по контексту слова называется continuous back of words модель если мы предсказываем контекст по центральному слову, это SkipGram. Идея такая, что, в принципе, у нас все описывается распределениями вероятности, типа, насколько вероятно встретить вот конкретно это слово, если у нас такое центральное слово. Будем рассматривать SkipGram-модель, так как правило, она, ну, довольно часто она используется, потому что дает чуть-чуть лучшее качество, чем SIBO. Давайте описывать все вероятностями. Насколько вероятно встретить вот это конкретное слово при наличии такого-то центрального. И, собственно, как учить Word2Vec? Идея достаточно простая, но по-хорошему нигде не расписанная подробно, поэтому я немножечко на этом остановлюсь. У нас здесь есть вот это контекст, то есть у нас мы рассматриваем M слов влево, M слов вправо от данного центрального. И выкидываем само центральное слово. Максимизируем правдоподобие выборки. Если посмотрим внутри, то получается θ это параметры модели, ωt это центральное слово, ωt плюс g это контекстное слово. Нам нужно максимизировать правдоподобие по всей коллекции. Если мы рассмотрим только вот это произведение, то мы, получается, максимизируем правдоподобие конкретного контекста. При этом, так как у нас здесь произведение вероятности, то, по сути дела, контекст это мешок слов. То есть, вот в этих двух словах влево, вправо, неважно, как я переставлю слова, на самом деле, это будет то же самое, поскольку здесь произведение вероятности. А произведение вероятности, значит, у нас как бы независимая, случайная величина. Вот. И внешнее произведение, это у нас просто проход, получается, по коллекции, либо по документу. Мы хотим максимизировать вот такое правдоподобие произведения вероятности типа конкретных, для конкретных контекстов произведения вероятности вот этого конкретного контекстного слова при наличии центрального слова. Что это за параметры модели, дальше будет понятно, мы рассмотрим чуть подробнее. Ну, вот с такой штукой не очень удобно работать, потому что правдоподобие обычно, как бы, нам удобнее что-то минимизировать, а правдоподобие нужно максимизировать, поэтому Поэтому по традиции берем, логарифмируем, у нас вылазит, что там, произведения превращаются в суммы, и получается, что все довольно похоже на логистическую регрессию. Вот. Что дальше? У нас здесь стоят некие какие-то вероятности. Как вообще понять, какова вероятность встретить конкретное вот это вот контекстное слово рядом с центральным? Пока не очень понятно. И здесь как раз, как устроен Word2Vec внутри, авторы говорят, давайте каждому слову заведем по два вектора. Ну, во-первых, каждое слово может быть как бы в двух таких ролях. Когда оно в контексте другого, и когда оно центральное. Вот давайте два этих случая разделим и заведем для них два вектора. Один вектор для слова будет, когда слово центральное, когда мы определяем, насколько вероятно контекстное слово в рамках этого встретить. И второй будет вектор, когда слово, оно контекстное. И, соответственно, у нас для каждого слова два вектора, в принципе, для любого слова у нас есть два вектора. Перемножив два вектора для двух слов, получим какую-то чиселку. Вот чем эта чиселка больше, тем выше вероятность встретить контекстное слово рядом с центральным. Причем вот эта чиселка, она на самом деле никак особо не нормирована. И было бы неплохо ее как-то отнормировать. Например, на промежуток от нуля до единицы, как это делается в логистической регрессии, например. Там просто бахается сигмоиды сверху, получается какое-то абстрактное число скошится до диапазона от нуля до единицы. Здесь у нас будет чуть более сложная штука, потому что у нас, ну, не два класса, а у нас куча слов. Поэтому наворачивается Softmax. Softmax это аналог сигмоиды для многомерного такого случая. Если у нас есть несколько классов или несколько, там, не знаю, или огромный словарь, то мы, как бы, чтобы точно так же превратить какой-то вектор в распределение вероятностей, делаем такую штуку. Просто возводим экспоненту в степень каждого компонента вектора и нормируем на сумму. Вот это дичь. Кому понятно? Или что непонятно? Давайте я быстренько... Еще раз, смысл знаменателя нормировать. Нет, того, что под нем написано. Смысл знаменателя? Аргумент экспонента. Что еще? Аргумент экспоненты. Вот здесь. Окей, смотри, у тебя каждому слову два вектора соответствуют. Когда слово центральное — один вектор, когда слово контекстное — другой вектор. У тебя ты эти вектора можешь как-то для слов сравнивать. И ты хочешь сказать, если у меня слово в контексте вот этого центрального, то между ними скалярное произведение должно быть большое. Это скалярное произведение. Вот. И ты его просто нормируешь. У тебя вот это скалярное произведение — ну, это какое-то число. Вот. Ты такое число можешь... Смотри, ты берешь конкретное слово, например, соответствует. У тебя для него контекст. Два слова влево, два слова вправо. Ты хочешь сказать, насколько у тебя вот это слово вероятно встретится в контексте с этим. При этом ты должен как бы распределение вероятности для всего словаря составить. То есть, типа, вероятно встретить вот это слово рядом с вот этим с вероятностью, допустим, там 0,03. Вот. При этом ты должен такой же вероятность иметь для всего словаря. Ну, а типа с вот этим словом, допустим, 0,03, сколько-то там в периоде. Ты должен как бы для каждого слова иметь такое распределение вероятности по словарю, насколько вероятно встретить вот это слово рядом с любым остальным из словаря. Вот здесь как раз весь словарь, поэтому. Вл просто частоты, да? Вот это? Это вектора. Но вектора, да, что вы сами содержите? Что сами вектора содержат? Это некий... Не. Вот эти вектора, это некий набор чисел, которые мы хотим учить. Вот мы хотим эти вектора учить. Таким образом, чтобы слова в одном контексте были похожи, и для них скалярное произведение было больше, а слова не... Ну, как бы, если слово не в контексте этого, то между ними скалярное произведение было маленьким. То есть вот это параметры модели, которые мы хотим выучить. Это не счетчики, которые получаются, исходя из прохода по корпусу, либо чего-то еще. То есть это как раз параметры модели, которые будут выучиваться, исходя из корпуса. А размерность мы сами задаем. Кто-нибудь Word2Vec использовал? Ну, короче, там по дефолту стоит размерность 300. Вот мы хотим сказать, типа, хотим вектора размерности 100 или 150. Окей. Вот это и будет размерность вот этих векторов. Ну, а чем это обучается, то не понятно. Чем обучается? Чем обучается дальше? Здесь просто, чтобы было понятно, что мы хотим обучать. Вот это параметры модели, которые мы хотим выучить. Выучить хотим таким образом, чтобы если слова стоят рядом, то между ними скалярное произведение должно быть велико. Если слова стоят не в контексте друг друга, то между ними скалярное произведение должно быть мало. И это мы хотим учить. учить будем таким образом как я уже говорил есть как бы для каждого слова есть два вектора ну понятно что у нас много слов поэтому все эти вектора складываются в такую матрицу допустим мы хотим по центральному слову предсказать контекстное вот это центральное слово вот это контекстное слово размерность этих векторов будут размеры словаря на единичка понятно да хотим по конкретному слову предсказать насколько вероятно встретить конкретное слово рядом вот это one hot вектор вот конкретное слово это просто индекс какого-то слова по словарю у нас есть матрица как раз которую мы хотим выучить одна из матриц когда слово у нас в рамк выступает как центральное если мы по центральному слову предсказываем его контекст мы этот one hot one hot вектор умножили на матрицу матрица изначально задается рандомно как обычно задаются висать потом небольшие числа в диапазоне от нуля там до единицы из по исходя из там кого-то равномерного распределения или гауссовского небольшие рандомные веса матрица задается рандомно мы перемножаем one hot вектор на эту матрицу получили просто взяли строчку из матрицы первая матрица вот это вторая матрица когда слово у нас контекстное взяли один вектор умножили на матрицу получили другой вектор на выходе вот размерность вот этого вектора если мы хотим сказать будем учить вектора размерности 100 размерность вот этого вектора там понятно единица на 100 умножили на матрицу обратно получается вектор размерности единицы на словарь вот это по сути дела у нас как бы не нормализованные вероятности то есть то что мы запихивали в softmax вот эта штука то есть вот здесь какие-то числа которые на самом деле никак нельзя интерпретировать с точки зрения вероятности навернули сверху softmax и вот это уже у нас получается такое как бы распределение вероятности насколько вероятно встретить каждое конкретное слово из словаря рядом с вот этим у у нас есть target который тоже one-hot ну мы хотим по конкретному центральному слову упрощенно сейчас предсказать насколько вероятно встретить конкретное контекстное слово то есть target у нас тоже one-hot все ноль нолики здесь единичка понятно что это задается рандомно вначале в самом это задается тоже рандомом мы сделали один проход и скорее всего здесь будет какой-то шум ну плюс минус равномерное там распределение или ну короче вряд ли мы сразу точно угадаем что вот здесь должен быть максимум между двумя распределениями можно посчитать лост например кросс энтропию посчитали ошибку понятно что чем сильнее мы не угадали тем больше будет ошибка и дальше мы эту ошибку с помощью обратного распространения гоним обратно кто-нибудь с back propagation знаком как работает ты красавчик ты тоже вот ну короче идея такая что чем больше ошибка здесь тем сильнее нам нужно менять параметры и идея такая что мы просто берем поочередно с помощью правила цепочек да мы можем взять посчитать как зависит у нас параметры здесь от input а взять вот здесь вот посмотреть ошибку и с помощью пересчета градиентов опять же по правилу сложной функции менять вот эти параметры исходя из того какая ошибка здесь ну то есть фактически мы если здесь большая ошибка понятно что нам нужно очень сильно эти параметры подтюнить так чтобы эту ошибку уменьшить как и менять как раз и говорит нам алгоритм обратного распространения то есть мы просто эту гоним ошибку здесь меняем соответствующие параметры на входе и это получается как бы такой один шажочек у нас приходит допустим мы берем тоже слово предсказываем другое слово из контекста у нас уже получается второй проход за счет того что мы немножечко поменяли веса в нужную сторону уже предсказываем чуть чуть лучше вряд ли мы с первого раза там как-то очень хорошо научимся но таким образом проходя очень много раз по корпусу фактически word2vec просто идет окошечком по документам корпуса пытается по каждому там центральному слову предсказывать контекстное считает ошибку на основе этой ошибки гонят градиенты обратно меняют вот эти матрицы и таким образом настраивают эти матрицы таким образом чтобы корректно по центральному слову предсказывать контекстное потом мы можем взять просто вот эти матрицы по сути дела это у нас и есть векторное представление слов если мы загрузили очень большую коллекцию документов и достаточно долго учились то вот эти вот представления слов они уже будут осмысленные за счет того что у нас там красивый и прекрасный наш алгоритм видел примерно в одном и том же контексте то соответственно и вектора для вот этих слов будут похожи как действовать у нас все-таки для каждого слова есть как бы условно два вектора вот когда она центральная и когда она контекстная на самом деле можно брать одну матрицу какую-нибудь можно брать другую как правило берут одну вторую складывают и вот короче говоря вот такое вот усредненное представление в среднем работает чуть лучше чем если брать одну либо если брать другую ну да проблема в том что здесь как правило softmax считается по всему корпусу ну то есть вот так как я рассказал так никто не делает на самом деле но это хорошая интуиция чтобы понять как в принципе это все работает потому что вот этот огромный вектор мы хотим потом навернуть softmax softmax считается по всему большому корпусу но вот здесь вот у нас получается нужно просуммировать все значения по словарю и это адски дорого поэтому используют различные аппроксимации вот этой штуки есть иерархический softmax есть другой подход который нам позволит не считать прям честный softmax идея такая что давайте решать задачу вместо честного прогнозирования вероятности бинарную классификацию вот есть центральное слово и его контекстное вот это будет единичка условно и есть вот это центральное слово какой-нибудь рандомные словаря вот скорее всего они не встретятся в одном контексте давайте будем решать бинарную задачу отвлечение слов в контексте от слова не в контексте идея как бы понятно но вместо того чтобы честно считать распределение вот это огромные вероятности будем решать такую бинарную задачу вот опять же детали опустим но как правило работает вот это за счет того что вот это вот очень вычислительно неэффективно решают называется это skipgram negative sampling учим отличать слова в контексте от рандомных слов и словаря берем слово центральное и какое-нибудь случайное и считаем это негативной парой учим вектора исходя из этого короче говоря мы на обучали вектора как нам оценить хорошо хорошие получились вектора для слов или нет есть два типа оценок есть так называемая внутренняя оценка и внешняя оценка что они собой представляют внутренняя оценка от оценка такая в вакууме насколько вектора хороши как раз на какой-то вспомогательной подзадачи например те же самые аналогии типа известный вот этот пример король минус королева плюс мужчина равно женщина типа насколько вектора вот эти вот семантические какие-то взаимосвязи ухватили проблема в том что эта штука не коррелирует с продукту с продуктовыми метриками ну то есть как правило вектора для слов мы обучаем для каких-то конкретных задач например машинный перевод или вопрос на ответные системы и в общем метрики какие-то вот эти вот в вакууме не всегда коррелируют с продуктовыми но зато это можно сделать быстро есть некие корпуса которые уже говорят нам какие существуют взаимосвязи там аналогии между словами можно быстро проверить насколько хорошо это работает есть более честная внешняя оценка это как раз мы берем ту задачу для которой мы обучали вектора например тот же самый машинный перевод и смотрим насколько именно эти вектора хорошо работают для этой конкретной задачи это более честное именно с точки зрения там продакшена это более актуально но это во первых долго во вторых если итоговое качество получилось плохое то непонятно что именно где именно косяк или косяк внутри наших обученных векторов то есть мы плохо обучили вектора или сами вектора хорошие но мы не смогли их как-то правильно утилизировать построить процесс обучения допустим нейронной сети внутри и в общем непонятно где именно где именно проблема проблема конкретно в векторах или проблема в нашем процессе обучения немножечко более подробно про внутреннюю оценку собственно есть у нас уже готовые датасеты с семантическими, синтаксическими аналогиями, идея такая, что, в общем, авторы не подозревали, а потом открыли, что на самом деле вектора выучивают такие забавные арифметические операции, в том числе, если мы там возьмем, построим вектор для мужчины, отнимем там, от женщины мужчину, прибавим что-нибудь типа короля, получим королеву. И на самом деле такие аналогии, они не только для каких-то существительных, в том числе и для прилагательных, для словаформ, то есть там различные склонения, падежи, точно также вектора располагаются, сохраняют какие-то арифметические соответствия между собой. Например, точно также там можно посчитать расстояние между столицами, вычислить, какое ближайшее к вот этому выражению. Точно также вот различные словоформы, как соотносятся между собой, вплоть до того, что различные даже там города и хоккейные команды точно также как-то осмысленно располагаются в этом итоговом векторном пространстве. Это, как я уже говорил, задача такая, она больше синтетическая, позволяет проверить, насколько в принципе вектора выучили какую-то значимую информацию с корпуса. Ну и, соответственно, внутренняя оценка, небольшая шутеечка как раз, типа я же экспресса, но я заказывал капучино, но с точки зрения косинусного расстояния они располагаются так близко, что, в общем, разницы между ними никакой нет. Ну, в общем, это вкратце про внутреннюю оценку. Внешняя оценка, опять же, это оценка на какой-то конкретной задачи, то есть мы берем обученные вектора для слов, применяем их для чего-то, например, используем в качестве признаков для машинного перевода, либо распознавание именованных сущностей на M20 recognition, то есть что этот конкретный токен собой представляет? Это персона, либо это название организации, либо это имя, фамилия и так далее. Точно также вопросно-ответные системы, информационный поиск и так далее. Как правило, векторное представление слов – это всего лишь признаки для обучения каких-то более сложных, высокоуровневых алгоритмов, и мы применяем их для того, чтобы там уже обучать какие-то более сложные системы, внедрять их в production, но, опять же, если мы получили итоговое качество плохое, плохими могут быть вектора, которые поступают на вход, либо проблема может быть в процессе обучения, то есть вектора могут быть хорошие, но, допустим, гиперпараметры алгоритма, которые используют эти вектора в качестве своих исходных данных, могут быть подобраны неверно, и в итоге качество получается плохое. То есть здесь нужно, как бы, отточить этот пайплайн таким образом, чтобы мы знали, как правильно проводить обучение и проводить его очень аккуратно. Интересное применение Word2Vec, как бы Word2Vec может учить вектора не только для слов, и в том числе все дальше и дальше. Больше и больше рекомендаций строится на основе Word2Vec. Один из таких юзкейсов, это как раз рекомендательный сервис музыки, по-моему, это как раз азиатский Эндхамми, такой стриминговый сервис, где в том числе можно включать свое радио на основе плейлиста и так далее. И идея в том, что я могу в зависимости от дня там слушать разную музыку, и, как правило, там тоже самое радио, она играет похожие песни. Ну, то есть, допустим, если у меня набор потенциальных треков довольно большой, я сегодня слушаю спокойную музыку, наверное, мне следующую песню нужно порекомендовать плюс-минус похожую, а не какой-нибудь там жесткий рок, потому что сегодня у меня там настроение какое-то там такое. Вот. И, собственно, что ребята сделали, они рекомендуют песни как раз на основе пользовательского контекста, то есть, какую включить следующий. Вот если у вас есть плейлист, мы знаем, как пользователь слушает там песни, у него есть песня, которая играет сейчас, есть контекст, который до-после, и точно также можно учить вектора только не для слов, а для конкретных треков. У нас, получается, каждому треку есть какое-то его векторное представление. Мы точно также можем посчитать усредненное векторное представление пользователя, как средний вектор его треков, например, и рекомендовать на наиболее похожие треки, там, в зависимости от его предпочтений сегодня. Есть еще несколько таких прикольных юзкейсов, например, это Airbnb использовал World2Vec для повышения конверсии показа похожих, похожих, собственно, квартир. В чем здесь идея? Как правило, когда вы хотите забронировать жилье, вы просматриваете там какую-то историю, вот они брали историю таких вот просмотров пользователей, которые завершались бронированием, то есть они там пришли к какому-то успеху, забронили, вот был какой-то там контекст, было конкретно то бронирование, которое вы смотрели сейчас условно, и они учили для каждого бронирования точно также свой вектор, вектор еще называется embedding, не пугайтесь, если встретите такое слово. Соответственно, для каждого там условно бронирования они строили свой embedding, при этом они брали там похожие пары из той же самой сессии там для пользователя, и негативные примеры, они там говорили, что они сначала брали негативные там просто рандомные по-моему по стране или по городу, а потом они решили брать негативные, типа когда я хочу забронировать жилье, я смотрю какой-то определенный район города, например, и они брали негативные, те, которые я не посмотрел, но из того же самого района города, и это им еще там позволило чуть-чуть улучшить качество. Плюс еще такое, что для новых объектов, которые мы еще не видели, только разместили, допустим, жилье на платформе, можно построить вектор, который будет, они брали три ближайших по карте объекта, примерно в том же самом диапазоне цены, и с тем же самым типом недвижимости, получали такую начальную точку для вектора нового объекта. И в итоге они использовали эту штуку для рекомендаций похожих, у них была такая каруселька похожая на этот объект, и когда вы смотрите бронирование, собственно, они внедрили эту штуковину, получили плюс 21% CTR в карусели похожие, те, кто знает примерно цифры CTR, это просто какое-то гигантское число, обычно там борются за долю процента, но это к просмотрам. Ну, собственно, клики, и плюс практически 5% к сессиям, которые завершились в бронировании, что просто, по-моему, очень круто для такого большого сервиса, как Airbnb, 5% к бронированиям, это очень значимый продуктовый эффект. Еще один такой юзкейс, это рекомендации в почте Yahoo. Собственно, идея такая, что пользователи, как правило, заказывают на Амазоне, либо Алиэкспрессе кучу товаров, и почта решила использовать эту информацию для того, чтобы рекомендовать и таргетироваться более эффективно. То есть, условно, строятся модельки, ну, как правило, продукты покупаются как-то в контексте один-другого, то есть я сначала, допустим, купил телефон, потом я купил стекло, потом чехол, потом, возможно, мне понадобятся наушники и так далее. И они использовали вот эти последовательности покупок, чтобы выучить такие модели. Они учили модели как, типа, product-to-product на основе текущей, как бы, корзины, что я куплю дальше на основе текущих моих чеков, что мне порекомендовать. И такой user-to-product, то есть, что я условно представляю из себя с точки зрения покупок. Если я, там, покупаю какие-то айтишные девайсы постоянно, не нужно мне рекомендовать, там, не знаю, какую-нибудь штуку для шитья и так далее. Вот. И внедрили, короче говоря, эти штуки, и, по-моему, они все-таки использовали, ну, они попробовали и ту, и ту, уже не помню, какую они конкретно внедрили. Это им дало плюс 9% CTR, то есть они показывали такую плашечку сверху с рекламой, возможно, вас заинтересует то-то, и получили плюс 9% CTR относительно других форматов, которые они использовали в рекламе. И сравнимые именно, по-моему, вот с этой цифрой, плюс 9% конверсии в покупке, то есть реклама стала более персонализированной, более таргетированной. И тут точно так же использовался подход, аналогичный Word2Vec. Про юзкейс и все. Теперь такой фастекст, это расширение Word2Vec, устроен он довольно примитивно, на самом деле, если на пальцах, поэтому быстро пробежимся. А в чем отличие? И, собственно, в чем отличие фастекста? В том, что... Не, начнем так. В чем недостатки Word2Vec? Word2Vec работает на уровне слов, и поэтому, если у нас есть какая-то предобученная модель, и у нас есть, мы работаем на других текстах, мы встречаем слова, которые не видели, или опечатки, например, то Word2Vec не знает, что сделать с этим словом. Он его ни разу не видел, для него нет векторного представления, и таким образом он забивает его нулями, в самом простейшем случае. В каком-то более хитром случае можно попробовать восстановить вектор из контекста слов, которые рядышком, но это все равно не будет работать так хорошо, как именно выучить имбединг для этого слова. Поэтому фастекст, это тоже, собственно, расширение идеи от тех же ребят, которые придумали Word2Vec, Тома Шмиколов. Они решили, что давайте учить имбединги не только для слов, давайте учить вектора еще и для символных последовательностей. И каждое слово потом мы можем собирать из имбединга вот этих символьных энграмм и слово целиком, если оно у нас есть. Собственно, в чем идея? У нас есть слово, к нему добавляются два таких вспомогательных токена, чтобы отличить, что это именно граница слова. Ну, например, слово her и соответствующая энграмма будут считаться уже по-разному. Мы добавили такие два спецсимвола, после этого говорим, окей, мы хотим получить имбединги в том числе размера 3. Разбиваем полученную последовательность на трехсимвольные последовательности. Получаем вот такой вот мешок энграмм и добавляем все слово целиком. И вот это у нас получается такое общее признаковое пространство. И вектора мы будем учить для всего. И для слова целиком, и для энграмм в том числе. Как правило, энграммы берут не просто трехсимвольные, допустим, или четырехсимвольные. Их берут в каком-то диапазоне. Но опять же, это является гиперпараметром. По дефолту раньше стояло от 3 до 6. То есть все энграммы размера от 3 до 6. Сейчас по дефолту там стоит 0. То есть FastEx по дефолту берет только слова. Но тем не менее, это является гиперпараметром и подбирается уже тоже под задачу. Можно точно так же взять еще и словесные энграммы. И строить имбединги и для словесных энграмм тоже. И тут, соответственно, такая же проблема возникает, что как минимум энграмм размера 5-6 с символьных уже достаточно много. Что делать с таким количеством признаков? А если мы хотим еще и взять и словесные, то это будет еще больше. Способы для них. Да, но так как хеширование работает хорошо и быстро. Короче, хеширование это такой типа золотой стандарт снижения размерности. FastEx просто хеширует символьные энграммы в определенное количество бакетов. По дефолту там 2 миллиона бакетов стоит. Если мы используем словесные энграммы, то они тоже хешируются в те же бакеты. Слова не хешируются. Слова у нас как есть. Соответственно, у нас итоговый словарь получается. Это количество уникальных слов в коллекции. Ну, если вы задаете какие-то типа счетчики, выбросить больше, чем в скольких-то документах встречается, либо меньше, чем в скольких-то документах, вы можете искусственно обрезать словарь. Соответственно, словарь у нас — это уникальные слова в документах, плюс вот это количество бакетов, выделенное под хеши символьных и словесных энграмм. У нас есть такая штука, как soft sliding window. Идея такая, что когда мы строим бинарную классификацию, определяем слово в контексте или нет, мы берем слово в контексте из какого-то окошка. Допустим, два слова вперед, два слова назад от конкретного центрального. Вот можно вот это вот окошко рандомно или расширять, или сжимать. То есть мы хотим максимальный размер окна установить там, допустим, пять влево, пять вправо. И мы можем вот такое, такая штука у нас рандомно выбирает размер окна от единицы до пяти каждый раз, когда мы сдвигаемся, и берет из него как бы пару. Это немножко лучше работает. В общем, тут такие прикольные хаки. Учатся точно так же, как и Word2Vec с Keepgram с Negative Sampling. То есть мы учим вектора посредством бинарной классификации. Отличаем слова в контексте от слов вне контекста. В том числе есть возможность учить вектора под задачу. То есть если у вас есть конкретная размеченная выборка, а не просто корпус, в чем плюс Word2Vec, он учится из неразмеченного корпуса просто по контексту. Если у вас есть большой размеченный корпус, типа документ и его тема, то можно учить вектора под конкретную задачу. Это работает, как правило, немного лучше. Но, соответственно, если вы будете использовать эти вектора для других задач, наверное, они уже будут не настолько хороши, как если учить и Хан Супервайст. Со словами вне словаря работать умеет? Понятно. Во-первых, он собирает слово из кусочков. Если я не видел слово словами, но я видел слово слово, я возьму эту инграмму, и это будет хорошо. Качественные вектора для редких слов именно поэтому, потому что, как правило, я мог видеть другие словоформы, я мог выучить хорошо этот корень, и если я встретил другую словоформу, например, то я ее уже хорошо объясню с помощью именно вот этой выученной инграммы. Можно считать в несколько ядер, и это классно, если у вас тачка с 24 ядрами. И он реально очень быстрый за счет хеширования, за счет других очень классных хаков, переваривает огромные корпуса просто очень быстро, сравнительно. Быстро пробежимся по около дубликатам, зачем это нужно и вообще, почему это актуально. Понятно, определение зеркал сайтов, если там у нас один и тот же контент размещен на разных хостах, хотим это выбрасывать и не показывать в поиске, допустим. Агрегация похожих новостей, хотим понимать, что новости одни и те же, и не показывать, допустим, мне похожие на мои страницы, как-то их группировать, концентрализовать. Схлопывание дубликатов вакансий, если кто-то, например, недобросовестный работодатель меняет немножко вакансию и меняет немного текст, и опять же заливает на платформу, платформа должна это определять и каким-то образом дедуклицировать, показывать только уникальные вакансии от этого отправителя. Ну и понятно, антиплагиат, хотим определять, насколько документ новый похож на то, что у нас есть в базе. Как сравнить две строки? Ну это такой, начнем с малого, начнем со строк. Есть варианты использовать расстояние Ливенштейна, аналоги редакторского расстояния, либо коэффициент Жакара по словам инграммам. Кто знает, что такое коэффициент Жакара? Вот кто не знает, отлично. Просто в прошлый раз кто-то не знал, были небольшие проблемы. В общем, если у нас есть два множества, то коэффициент Жакара это просто пересечение на объединение множеств, показывает, насколько множество похоже между собой. Если у нас, ну в качестве множества, понятно, может быть множество нграмм, либо слов текста. Начнем с расстояния Ливенштейна. Это редакторское расстояние еще называют. Собственно, что это такое? Если у нас есть одна строка, а есть другая строка, то вот расстояние Ливенштейна между этими двумя строками это минимальное количество операций вставки, удаления и замены символа на другой символ, которые необходимы для превращения вот одной строки в другую. При этом мы можем сами задавать веса операции, типа, допустим, сделать вес для замены больше, например, в зависимости от задачи. Собственно, за какое количество операций можно превратить слово «вода» в слово «вино»? «Три» — это просто можно позаменять каждый символ после «в» на символ, соответствующий слову «вино». Да, верно. Есть различные модификации этого расстояния, например, до Мирау Ливенштейна. Здесь у нас все те же самые операции, плюс операция перестановки двух соседних символов. Точно так же можно задавать отдельные веса для каждой операции, если вам это необходимо. Но, как правило, используют все одинаковые веса. Дальше. Коэффициент жаккара. Собственно, помните, это пересечение на объединение. Мы можем посчитать для текста, каким образом. Берем два текста, разбиваем на токены, например, на слова, получаем такие множество слов. Считаем пересечение, какие слова совпадают на объединение словаря этих двух документов. Получаем коэффициент жаккара. Можем сказать, пусть это будут дубликаты, если коэффициент жаккара больше 0,7, допустим. Если больше, значит дубликаты, если нет, значит считаем, что нет дубликаты. В чем недостатки? Если у нас есть огромная база, и к нам прилетает какой-нибудь входящий документ, понятно, что, чтобы определить дубликат, нужно сравнить его попарно со всеми остальными. Если у нас какая-нибудь огромная база вакансий, и к нам прилетает новая, понятно, что очень это накладно проверять каждый с каждым. Поэтому было бы классно как-то отделить случаи, когда вот, скорее всего, они потенциальные дубликаты, а их уже потом более детально проверить, допустим, тем же коэффициентом жаккара. Собственно, переходим к операции... Так, LSH. Как определить около дубликата? То есть дубликаты, что документы похожи, но не являются стопроцентными дубликатами, причем быстро. Сделаем такое шинглирование документа. Это мы возьмем текст и разобьем его на пересекающиеся буквенные н-граммы. Будем идти просто как черепица, создвигаем в единичку с каким-то периодом, например, н-граммы размера 5, разрежем текст на такие н-граммы. Получим такой набор токенов. Понятно, что, как правило, берут не только там размера 5 или 3, берут достаточно широкий диапазон н-грамм, типа от 5 до 10. И получается, что, опять же, шинглов таких порядков очень много. Что делать? Понятно, если признаков много, золотой стандарт — это брать и хешировать. Поэтому, как правило, берут, разбивают на шинглы, хешируют. Получается такой документ. Это уже не множество слов, даже не множество вот этих вот шинглов, а множество хешей от шинглов. Можем точно так же считать коэффициент Жаккара не между шинглами, не между словами, а между хешами от шинглов. Что то же самое. Что хорошо? Хорошо то, что мы не храним этот огромный словарь шинглов. Мы можем работать с последовательностями, которые не видели на лету. То есть у нас прилетела какая-то новая последовательность, мы ее захешировали, получили какое-то число. Все точно так же, как с фичер хешингом. Алгоритм MinHash. Здесь, соответственно, такой маленький корпус. Здесь плохо видно ссылку, но, в общем, это из книжки Mining Massive Data Sets. Пример, если кому интересно, почитайте. Есть перевод на русский. Достаточно неплохой алгоритм MinHash. Такой маленький корпус. Вот здесь коэффициенты Жаккара. Откуда они получаются, я думал, понятно. Если непонятно. 1 и 2. Смотрим. Пересечение на объединение. Всего уникальных токенов 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот это отличается. Всего уникальных токенов на 2 документа 8. Из них одинаковые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 8. 3 четвертых или 0,75. Для всех остальных пар, понятно, тоже можно посчитать аналогичным образом. Ну, видно, что вот этот больше всех отличается от этих двух. Для них коэффициент Жаккара гораздо меньше, 0,4. Собственно, это честный коэффициент Жаккара, посчитанный по словам. Но понятно, что коэффициент Жаккара тем плохо, что нужно каждую пару пересчитывать, насколько конкретный документ похож на тот, что у нас уже есть. В этом как бы идея Минхэша, как нам быстро находить около дубликаты. Давайте вот возьмем словарь этого корпуса, посчитаем все уникальные слова и каким-то образом проиндексируем этот словарь. И будем каждый документ характеризовать таким минимальным индексом слова, которое в нем находится. Вот пример. Мы взяли этот словарь, каким-то образом перемешали, у нас каждому слову соответствует индекс, рандомный. И мы смотрим, какой минимальный индекс слова в этом документе. Слово last встречается только в последнем тексте, слово who встречается везде, но первый текст мы уже закодировали минимальным индексом. Здесь этого слова нет, здесь минимальный индекс слова 2. Дальше смотреть уже не имеет смысла, поскольку мы все три нашего документа проиндексировали. Здесь понятный шаг? Каждый документ характеризуем индексом минимального слова. Как бы один раз не очень интересно так делать, давайте еще раз перемешаем словарь и найдем минимальный одичник слова в качестве характеристики документа. Еще раз как-то рандомно перемешали, получилось, что слово the имеет индекс 1. Оно есть везде, все у нас документы характеризуются этим индексом. Вот такую штуку можно повторять, ну, логично повторять ее не один раз, повторим еще четыре раза, получатся такие сигнатуры размера 6. Вот эти чиселки 2, 2, 1, 1, 1, 1, которые получались. И, соответственно, там какие-то, если еще у нас перестановки, получаются вот такие сигнатуры. Откуда они получаются, понятно? Просто рандомные перемешивания и минимальный одичник слова в качестве характеристики. У нас каждый текст, получается, имеет такую сигнатуру, причем имеет сигнатуру одинакового размера, что очень хорошо. Даже если тексты у нас разной длины, то эти сигнатуры у нас будут одинаковой длины, что нам упрощает операцию сравнивания. Окей. И на самом деле мы можем считать теперь коэффициент Жаккара не между текстами, а между вот этими сигнатурами гораздо меньшей длины. И на самом деле коэффициент Жаккара между сигнатурами является аппроксимацией честного коэффициента Жаккара по словам. Чем больше мы будем повторять таких перемешиваний словаря, тем ближе у нас будет оценка стремиться к честному коэффициенту Жаккара. Тут окей. Супер. На самом деле мы очень сильно упростили нам задачу, но не очень, потому что коэффициент Жаккара между сигнатурами точно так же считается попарным между всеми этими парами. Поэтому хочется еще дальше шагнуть. Определились, что коэффициент Жаккара между сигнатурами это оценка такого честного коэффициента Жаккара между словами, либо шинглами. И чем больше мы делаем таких операций перемешивания, тем точнее оценка. Но чем перемешивание не очень хорошо? Нам нужно хранить словарь, во-первых, чтобы каждому слову индекс его сопоставлять каким-то образом. А потом нам нужно еще их перестановки хранить, если мы хотим для новых документов его сигнатуру получать. А в чем идея вообще этого перемешивания? Просто слову сопоставить рандомный индекс. А если так, то можно просто перемешивание, каждый раз просто хэшировать слово, получать какую-то чиселку и брать минимальную чиселку из всех чиселок этого документа. Это и есть minhash. То есть мы берем минимальный хэш среди всех шинглов в документе. У кого сложилось? Кто-то так только проснулся? Так. Окей, еще разочек. Вместо перемешивания словаря просто хэшируем каждый признак. У нас получается документ, это набор хэшей. И просто берем минимальный хэш. Повторяем такую штуку несколько раз, получаем ту же самую сигнатуру. Характеризуем документ минимальным хэшем его признака. И повторяем эту процедуру несколько раз точно так же. Концептуально все то же самое, но работает лучше. Почему? Нам не нужно хранить словарь нигде. Мы можем работать с новыми последовательностями. Точно так же как бы хэш можно взять от любой строки, даже ту, которую мы не видели, и той, которая нет у нас в индексе. И по сути нам нужно только запомнить небольшой набор вот этих хэш-функций, потому что нам хэш-функции нужно сохранить и применять те же самые хэш-функции для всех документов, в том числе и для новых. Тут идея понятна? Вроде понятно. Собственно, что мы научились? Строить такие сигнатуры, они называются мин-хэш-сигнатуры, потому что каждая чиселка — это минимальный хэш из всех признаков этого документа. И выяснили, что коэффициент Жакара для вот этих мин-хэш-сигнатур — это такая аппроксимация честного коэффициента Жакара по шинглам. Понятно, что пар документов все так же много, нужно еще что-то сделать, чтобы нам эффективно все это искать. Давайте еще раз посмотрим на полученные сигнатуры и разобьем их на две группы по три элемента. Около дубликаты у нас имеют общую группу. Вот 2, 1, 1 у нас общая. И теперь можно оценить вероятность того, что для похожих документов, ну вот конкретно для, будем оценивать для документов 1, документов 2, у нас вот такая вот группа из трех элементов совпадет. Собственно, путем нехитрых формулок, ну вот это мы определились. Вероятность совпадения любой пары мин-хэшей — это как бы коэффициент Жакара в пределе между документами. Вероятность совпадения всех мин-хэшей в группе из трех элементов, если это у нас независимое, а это хеширование у нас независимое попарное событие, то это у нас просто в кубе независимой величины, получаем 0,42. Вероятность того, что хотя бы одна пара в группе из этих трех совпадет — это дополнение к этому событию. Вероятность того, что в обоих группах хотя бы одна пара мин-хэшей не совпадет, получается, уже получается у нас две группы, независимые события, просто возводим в квадрат, получаем 0,34 и в итоге вероятность того, что хотя бы в одной группе по три элемента все мин-хэши совпадут — это еще дополнение к этой вероятности, к этому событию, получаем 0,66. В итоге получаем, что честный коэффициент Жакара 0,75, а вероятность того, что одна группа совпадет — 0,66. То есть похоже. Если мы посчитаем для документов, которые не похожи — 1,3, 2,3, помним, что там честный коэффициент Жакара как раз был 0,4, а вот эта вероятность получилась 0,12, то есть заметно ниже. И в этом как раз и состоит идея LSH — Locality Sensitive хэшинг, что мы полученную сигнатуру большую разбиваем на сколько-то групп и смотрим в вероятности того, что документы имеют общую группу. Если вот эту формулу обобщить, то на самом деле там три элемента, две группы у нас получается, если это мы передадим как параметры, то получается, если мы разобьем там на несколько, на back-группы N элементов, то получается вероятность того, что у нас пара документов имеет общую группу такую, она выражается такой формулой. И варьируя размер вот этой вот, на сколько групп мы хотим разбить, мы таким образом можем варьировать как бы Precision Recall около дубликатов. Чем больше у нас размер группы, тем у нас более похожи документы, имеющие эту общую группу. Чем больше размер группы, тем больше документы внутри, которые имеют похожую группу, но мы можем потерять в реколе, например, не включить туда около дубликат какой-то. И чем меньше размер этой группы, тем у нас как бы рекол выше, но точность ниже, точность выделения именно около дубликатов. Ну и, соответственно, обычно задаются каким-то пороговым значением коэффициента Жакара. Коэффициент Жакара у нас вот здесь внутри стоит. И считаю, что, допустим, документы с коэффициентом Жакара выше 0.75 – это дубликаты. И, исходя из этого, там подбирают уже количество групп разбиения n и вот этот размер группы по следующим выглядящим довольно ужасно правилам. b на n константа. Понятно почему? Потому что у нас фиксированный размер сигнатуры. А порог выбирают таким образом, в общем, за подробностями к авторам MiningMessageDataSets. По-моему, они там как-то это объясняют, вот эту эмпирику. В общем, идея такая, что мы нашу MinHash сигнатуру подробили на вот такие группы. Эти группы, как правило, называют супершинглы. И мы эти супершинглы можем использовать как ключи для хеш-таблиц. Ну, лучше на самом деле не именно эти супершинглы, а их еще похешировать сверху. И вот это использовать в качестве ключей. А в качестве значений будут ID-шники документа. Звучит ужасно, на самом деле просто. Вот у нас была сигнатура для каждого документа. Вот возьмем каждую группу, сделаем ее ключом. Пока без хеширования, допустим, и так, понятно. И получается, что у нас около дубликаты попали в ячейку с одним ключом. И это супер круто на самом деле, потому что мы можем вот такую вот, допустим, у нас есть огромная база вакансий, и мы хотим определять, похожа ли прилетающая вакансия на то, что есть у нас в базе. Мы такую таблицу можем составить. При этом мы, понятное дело, что набор хеш-функций сохранили. К нам прилетает новый документ. Мы строим для него минхеш-сигнатуру теми же самыми хеш-функциями. Разбиваем его точно так же, сигнатуру, на вот эти группы. Смотрим, есть ли эта группа в таблице. Если есть, то смотрим. И, скорее всего, дубликаты, скорее всего, элементы, которые лежат по этому ключу, в том же самом бакете, они являются дубликатами. Ну, по крайней мере, кандидатами. Мы можем выгрести этих потенциальных дубликатов, их уже более честно проверить с помощью коэффициента Жаккара, например. Потому что, ну, понятное дело, база может быть огромной, потенциальных дубликатов, как правило, там десятки, максимум сотни. Их уже, ну, можно проверить и честным Жаккаром. Собственно, идея такая, что потенциальные дубликаты попадают в один бакет в хэштаблице, потому что ключ — это у нас похожая группа. А вероятность того, что между двумя документами одна общая группа определяется вот этой вот чудоформой. Резюмируя. Если документы имеют хотя бы одну общую группу, с большой вероятностью они около дубликата. Идея понятна? Собственно, как искать около дубликата онлайн? Понятно. У нас есть какой-то корпус, наша база документов. Мы ее таким образом проскорили. Получили вот такую таблицу. Мы ее где-то сохранили. Сохранили набор вот этих хэш-функций. И сохранили таблицу. Это все, что нам пока нужно знать. Затем к нам прилетает новый запрос. Допустим, новая вакансия появилась в нашей базе. И мы хотим проверять, есть ли там дубликат или нет. Собственно, что мы делаем? Тем же самым образом, что и корпус, обрабатываем, как именно, шинглируем, тот же самый порядок шинглов. Формируем минхэш-сигнатуры теми же хэш-функциями, которые формировались вот здесь вот, сигнатуры. То есть хэш-функции сохранили. И сохранили табличку. Обработали новый документ точно так же. Разбили минхэш-сигнатуру, собственно, на вот эти вот группы, на супершинглы. И точно так же используем хэши от супершинглов. Ну, позиционные, на самом деле, хэши, потому что, правильно, они у нас не одно и то же, если группы повторяются. В качестве ключей ищем в таблице элементы по таким ключам. Если у нас новый документ, там, с группой 2.1.1, в первом, первая группа 2.1.1, лезем сюда, нашли, что у нас есть два похожих документа. Ну и все. Если нашли, то с большой вероятностью это около дубликата. Можно проверить их более честно. Например, взять вот эту конкретную вакансию, взять вот эту парочку и проверить их уже более детально по словам на основе коэффициента Жакара, либо по шинглам тоже на основе коэффициента Жакара. Это в любом случае уже будет работать... Ну, проверка нескольких документов коэффициентом Жакара не возбраняется. Это уже не оскорить огромную базу из десяти сотен тысяч документов.